С Новым Годом 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 вот он четвертый хорошо что хотел сказать я хотел сказать что у каждого нашего гостя есть возможность выбрать расу за которую я буду играть поэтому все в твоих руках ты можешь оставить рандом можешь выбрать какую-то конкретную раз у тебя есть какие-то предпочтения исходя и вообще все равно я не особый фанат pvp как ты возможно но я вам тоже да но в остальном мне абсолютно все у нас с тобой тренировочный матчап который тянется с моего серебра это пвз родам там 50 процентов гандикап который никогда не помогал но тут его даже не будем брать вот давай пвз играем договорились тогда спасибо за все что ты делаешь для нечестного starcraft спасибо за участие в этом ролике заранее и конечно удачи в игре спасибо и тебе удачи что ж господа это был олег он же гелиас который подготовил тут очень забавные гандикапы с которыми я конечно же попытаюсь справиться и у нас уже пошел обратный отчет мы возвращаем обратный экран я чуть-чуть там до настроил все что нужно было paradise lost мне нельзя много кликать у меня при этом darkness на карте и я играю за зерга сложно сказать но давайте подумаем как я могу компенсировать всю ту жесть которая на меня обрушилась хорошей игры где-то у меня там конфликт так во первых тут на 5 минут стенка да поэтому получается что я все равно ничего не смогу разведать во вторых мне нужно очень мало кликать для того чтобы не забирать у себя деньги ну тут все-таки надо немного подконтролить дронов чтобы опять-таки моя добыча была оптимальной я не помню кстати где вторая база поэтому давайте отправим заранее раба иначе просто у меня хаты не будет к я потерял всего два минерала вот здесь она понял нормально поставим на 18 лимите здесь же она вот так надо ставить супер хорошо потери минимальные на самом деле надо найти дрона халтурщика понял вот здесь он надо перевести его на правильное место если вот так делаю а если вот так делаю это все норм это радует да то есть я могу бесплатно приказывать как раскоканным это очень приятно видимо потому что они считаются бесплатными так и надо тогда понять где у меня 3 занять сразу ее и смотрите общий план следующий наверное мне нужно подумать об инфесторах каких-нибудь можно по не знаете что у меня есть пять минут я могу просто на тайминге а за что мне только что забрала два минерала интересно ну ладно и короче передумал ставить третью я могу на тайминге 500 сделать кучу муталисков вообще миллион просто то есть сыграть такую ну конечно с другой стороны если делать кучу муталисков то ими контролить надо но их можно прям много заказать с другой стороны потом контролить не узнаете мне нравится эта идея то есть пока у нас стена на 5 минут мне вообще ничего не угрожает я успею заказать шпиль там где-то на 4 в районе 500 у меня уже будет вылетать мута да вроде звучит как отличный план сейчас режим максимальной экономии у меня за инъекцию меня деньги не забирают и слава богу вот крип не тянем ничего не делаем просто быстрый 4 газа быстрый шпиль чем дальше тем больше мне начинает нравиться этот план прям мега круто не хватает энергии энергии 14 минералов я потерял за все это время на самом деле знаете что мне кажется почему мне сейчас не забирают забавно то есть я если отправляю дрона четко на добычу то мне ничего не забирает здорово мне кажется что гелиос зря сделал эту стенку он как бы сделаю для того чтобы он сам чувствовал себя в безопасности но он дал мне огромную свободу в плане выбора стратегии на игру и пока видите я за счет правильного выбора стратегии просто нивелирую ордер кост за все время потерял 16 минералов это даже не смешно пойдем ставить 3 короче да в районе 500 я делаю просто гигантский заказ муты где 3 вот это она понял энергии пока нет терпение блин ладно оптимизируем добычи тем более что это бесплатно как оказалось если я четко попадаю по кристаллику все стена скоро заканчивается энергии я делаю 10 муталисков примерно очень круто играет на атаку стена закончилась ну и черт с ней по идее прямо сейчас на меня никто не нападет потому что эта стена на как бы разведку тоже блокирует так ну и все не хватает энергии я могу еще одного муталиска сделать а дальше уже нужны оверлорды блин а за что а когда я ставлю ралли поинты типа когда мута вылетает но говорят он старкрафте не хватает лимита все равно получается да что я как бы даю приказ окей на больше виспена ладно минералов нет будь как про строй больше оверлордов я очень много как бы трачу на контроль и минералов но это нормально потому что я рассчитываю по сути этими муталисками победить то есть сейчас они у меня есть на карте и да каждый раз когда я мы даю приказ я как бы трачу все деньги но это не страшно потому что я уверен что при должном контроле мне этой муты просто хватит для победы войска в бою сомкнуть ряды мутация завершена так теперь отдыхаем газа нет но говорят он старкравте отдыхаем добываем деньги нам нужно заказать апгрейд нам нужно заказать еще рабов и нам нужно заказать третью базу минералов нет еще оверлорды все в следующий раз делаем заказ муты большой пока камень крем окей возможно мне стоит подготовить переход вот мне вот этого нет грейда скоро нам будет нужна новая база смотрите у него сейчас минералы кончаются может тробов перевести минеральный кристалл из по идее армия очень хорошая а экономики вообще нет я думаю ладно я сделаю немножко совсем этой ай-яй-яй вот и он да не муту надо отменять где там она я не успел отменить газа не хватает нужно больше виспена газа не хватает газа нет но говорят он старкравтить нужно больше минералов пробуем сейчас собраться всеми войсками в кучу вот это надо отменить кстати нужно больше минералов вот надо понимать что у него как бы улыновая атака противника но при этом у него довольно сильное войско эволюционировал думаю надо спрятаться минералов не хватает может я люркер ден даже успею поставить или он на мейн пойдет не он пойдет именно сюда что если поставлю люркер ден вот этим мы идем в контратаку это мы отменяем рой эволюционировал минералов нет быстро же ты их тратишь смотри на миникарту не будь как я сюда можно уйти если что поставить прокси тут ничего у него нормально тут войск ты теряешь рабочего тихонько алекс тихонько очень аккуратно надо кликать здесь надо уйти очень далеко и надо успеть заказать люрум и и и и и и и и Нееет Ну с другой стороны у меня тут уже Сейчас чисто элиминейт будет Мы типа попробуем Сделать так, чтобы он запаниковал А у него детекция GG Спасибо за игру В принципе мой план почти сработал Но с поправкой на то, что Я дальше как бы думал сделать большой заказ Либо караптеров, либо муты В данной этапе, когда у него не осталось экономики Но наверное мне надо было пораньше поставить гидроден Вот это я не додумал То есть я вот до этого момента план на игру додумал Типа я просто прилетаю Он за мной бегает У меня нет денег из-за ордер кост Но все равно Как бы я наношу гигантский урон Я убиваю всю экономику А вот что бы и дальше Я реально не додумал 26 рабов осталось? Не ребят Это не по плану было У него очень много рабов осталось Я рассчитывал на то, что тут 15 где-то Ну да, я вот этих имел ввиду Вот этих я не думал, что они еще выжили Да Ну вот по-хорошему Если бы у меня сейчас уже стоял гидроден И я бы сделал заказ масс гидры То наверное это бы сработало Вот не делал бы это Не делал бы плюс 2 на атаку Воздуху Не заказывал бы лишних мутолисков Которых я дальше заказал А попробовал бы все деньги вложить в гидру Вот это наверное был бы мой шанс Ну и он конечно очень быстро пришел Я рассчитывал на то, что он сначала придет сюда И я успею здесь окопаться плетками Или сюда Он пришел сразу на натурал У меня в итоге ничего не достроилось Да Немного недодуманный план с моей стороны Но это в любом случае была интересная игра Сложные гандикапы конечно Darkness в принципе сам по себе это такое Но Order Cost это было жестко Кстати обратите внимание на АПМ 92 у Гелиос 96 у меня Ну понятно что это пиковые АПМы В моменты когда я контролил мутолисками На самом деле АПМ был даже меньший Что ж счет 0-1 Гелиос как главный знаток Нечестного Старкрафта Одержал прогнозируемую победу И мы можем переходить К нашему следующему гостю Вторым гостем новогоднего Нечестного Старкрафта Станет человек К которому К этому статусу Гостю по-моему нужно будет привыкнуть Потому что он же самый настоящий Хозяин наших трансляций Постоянно появляется в эфире Но редко в кадре Это Владислав он же Каби Привет Каби Да привет Я такой неприметный человек Который вроде пришел Сел аккуратненько на краешек кресла А через полгода ты понимаешь Что какая-то у тебя странная мебель Появилась в доме Ну ничего гость это гость Я не против Ходит по квартире как у себя дома Какие-то странные шуточки Отпускает там постоянно Да 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 Вроде уже что-то лоб покраснел Когда их слушаешь от чего-то Я вот спрашиваю у многих наших гостей Как для них там прошел 2018 И какие-то у них планы на следующий год Тебе тут задавать такие вопросы неинтересно Тебе интересно задать другой вопрос Каби Почему у тебя такое специфическое чувство юмора Расскажи И считаешь ли ты сам его специфическим Ну я вообще очень редко смеюсь Над чужими шутками А над своими часто вообще потухаю очень долго То есть я могу вспомнить шутку Которую я шутканул 7 лет назад на нашем эфире И короче смеяться над ней 20 минут И на меня же она смотрит как на придурка Наверное обоснованный этот взгляд ее Вот Не знаю Мне кажется что вот настоящая шутка Она должна быть в беспеке На серьезных щах И вот ну какая-нибудь такая знаешь С изюминкой Это довольно забавная история Про шутку 7 летней давности А ты можешь тогда вспомнить Вот непосредственно сейчас Какую-то самую А ну вот ты прям Расскажи анекдот Да вот начинай Не-не-не Ну просто вспомни вот Одну из самых-самых старых первых шуток Если ты их действительно так хорошо помнишь Не, ну я же их внезапно вспоминаю Когда к случаю приходят Вот это кстати часто пишут Каби иди в стендап Да вот стендапер сейчас должен был бы На 40 минут тераться Не, я так не умею То есть Тут уже чисто ассоциативно То есть что-то происходит Я тебя понял Хорошо, давай посмотрим С чем у нас будут ассоциации На сей раз в игровом плане Как именно ты хочешь меня победить Какая у тебя статистика игр со мной В сумме в Брудваре Во втором Старкрафте Я помню, что я точно один раз победил Это правда Когда ты был еще на ноутбуке На карте Пиксел в Бейгду Это было в первом Старкрафте Во втором я не помню Как она называлась Вот Потому что Это была карта Да Вот В макроигре Я думаю, что один На плюс бесконечность Примерно Хотя нет Еще когда был 70% Гандикап Я один раз выиграл ПВЗ На Кулас Равини А мне помнится Что ты один раз выиграл ПВЗ Когда был 50% Гандикап На Вирл Уинд У тебя были какие-то Нидусы С Сосормкастами А мне кажется Я проиграл Эту стратегию Ты еще сказал Чего вы решили Что эта хрень работает Ну Короче Вот какая-то из этих нелепых игр Действительно Тогда два на плюс бесконечность Ну надо исправлять статистику Давай обсудим За счет чего Ты хочешь это делать У тебя будет преимущество По скорости юнитов В полтора раза Больше Она будет по сравнению Со стандартной Мои юниты Наоборот Будут замедлены А еще Ты выбрал Какой-то очень интересный Модификатор Берсеркерс Блад Юнит Который будет терять Хитпоинт И начнет атаковать Быстрее Зачем тебе Эта гадость Расскажи Зачем Расскажи Ты вот разведывай И сам узнаешь Не на самом деле Как бы моя проблема Сейчас же перед матчем Надо шатма залепить Да Так принято Моя проблема в том Что я очень мало Сыграл конечно Игр за последнее время В СК2 Потому что там Ремастер полгода был Вот Поэтому я буквально Сейчас с утра Сыграл четыре игры Даже отборы Не успел пройти И они были Конечно в аду Но я две выиграл Там Но суть в том Что я сразу понял Что типа Только протасом Можно как-то Что-то сделать Террен вообще Трудно дается После перерыва Ну и я подумал Как-то там Юниты толстые Там зилатов Долго убивать Они там Ну короче То есть Посмотреть просто Что из этого получится То есть грубо говоря Тут мои юниты Просто сильнее Да Как по классику Но не на этот Вот старый гантикап А раз уж у нас Такой прикольный мод был Я выбрал два Более оригинальных Способа Их сильнее сделать Так что Хорошо Посмотрим Что из этого получится Спасибо Каби И удачной тебе игры И удачной игры Нам с вами Господа Потому что Тут Прям все Очень серьезно Тут конечно Заготовлен Гандикап Ух Давайте мы Вот такими Сделаем звуки игры Чтобы они нам не мешали Возвращаемся В игровой процесс Мы на конце Lost and Found Который выбрал Каби Выбрал он мне Расу Тиранов Сам выбрал Себе Протосов Как он уже Объяснил нам Юниты там Толстые Убивать их Долго И мы сейчас Попробуем Попробуем Разобраться Со всеми Проблемами Которые возникнут В этой игре Ну На чем с того Что делать адепты Конечно Бессмысленно В этом нет Сомнений Какую стратегию Я выберу Наверное Мне придется Играть в механизацию Причем Такую Классическую Танковую Возможно Знаете Что Я подумал Возможно Мне пригодятся Мины С апгрейдом На скорость Закопки Какие-то Дропы Мин С апгрейдом На скорость Закопки Какие-то Рейвены Какие-то Танки То есть Надо Найти Сразу Несколько Юнитов Которые Будут Очень мало Которые Будут Прям По минимуму Терять Из-за того Что у них Малому Спида Понятно Танки Разложенные Понятно Либераторы Разложенные Что-то такое Позиционное Танки Мины Либераторы Например Может даже С гастами То есть Здесь надо Дойти в макро По идее Я Как бы С таким Мувспидом Никого Ничем Не зарашу Да Надо идти в макро Я думаю Надо играть В мины Попробуем Вот таким Вот образом Выйти Из ситуации Напомню Что на моих Рабов Этот гандикап Не действует Мувспид Берсеркерс Блад Вот это Дополнительная Штука Выбранная Каби Ну я не знаю Насколько она Повлияет Так Что-то сейчас Возможно Поторопился Я сейчас Мотожидаю Какой-то Жести Здесь Пристройка Завершена Ну ладно Вроде Сопла Я успею Поставить Ага Скаби Все-таки Оп Там только Строится Кибернетка На самом деле Все А подождите Азилат К нам Пошел Что-ли Или нет Ага Ну Че вам сказать Минерал База под угрозой Достроить СС будет тяжело С одной стороны Но с другой стороны У меня тут Как бы Противник Атакует Наше здание Наших рабочих Атакуют У нас тут Прокси Гейт Господа Нашу базу Атакуют Мобилизуемся Ну Не знаю Че вам сказать Хорошего Скоро Сталкеры К нам проникнут Причем В очень Большом Количестве База База Под угрозой Тихо Смотрите Какими они Берсерками Становятся Ой-ой-ой Соплай Посматривай В правый Верхний угол Спокойно Нашу базу Нужно Больше Мобилизуемся Ааа Медленные Тупые Марики Я Всех Рассчитываю Каким-то Чудом Достроится С Но Возможно Зря Не Хватает Лимита Нужны Хранилища Ладно Так, давайте разбираться Инженерку надо отменять уже, как бы Не знаю, что хорошего сейчас сказать Думаю, надо валить отсюда Там есть один сталкер-берсерк С которым, конечно, было бы здорово справиться Не хватает лимита, нужны хранилища Так, очисти площадку для строительства Что ты будешь делать? Те сталкеры, знаете, которые прям Галопом запрыгивают На бункер И на все на свете Они, конечно, очень жесткие Остается только догадываться, что там дальше Командный центр улучшен Что, либератора в контратаку? Даже не знаю Блин Нужен мне танк Так, хорошо Месье Каби немного втыкает Там призма уже Матерь божья Охо-хо-хо, что? Что? Так, я понял Это даже как-то Вот так. Не, мне не нужно био. Ну, очень сложная ситуация. Надо танк переразложить все-таки. Ты теряешь рабочего. Скоро нам будет нужна новая база. Что это такое? Так. Он же будет в таком темпе постоянно переходить. Нет. Спасибо, Танчик. Я знал, что ты меня не подведешь. Так. В сухом остатке. Давайте подводим итоги. В сухом остатке. Готово, готово! Полетели. Минералов нет. Быстро же ты их тратишь. Делаем все-таки этот апгрейд. Дальше идем просто в масс мины. Нужно больше минералов. Командный центр. СВВ готов! СВВ готов! И, к моему огромному сожалению, как бы, скоро как ни крути, мне придется спускаться вниз. Если вы понимаете о чем я. А вы, наверное, понимаете о чем я. СВВ готов! СВВ готов! СВВ готов! уже к минеральный кристалл и старак не окончаются может пробов перевести для меня там еще один либератор он когда-то летел вот сюда он ведь скоро нам будет нужна новая база противник атакует наше здание ты теряешь рабочих да что тут опять такое угомонись это не точно На норме тема. Погнали. Добываем. Дальше нужен Викинг. Тут тоже что-ли база? Дальше нужен Викинг. 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 Нет АПСА какого-то, нет? Фух. Ага. Ну это просто Зилот какой-то, да? Вроде так, да, пока всё здорово. Наверное, нужен ещё один Старпорт. Так. Знаете, что мне нужно? Мне нужен Рэйвен. Вот это я понял. Железно прям. Мне нужен Рэйвен. Мне нужно сканить и выбивать АПСов. А непонятно вот где он, этот АПС. Так, вот здесь прокси-гейт. Командный центр улучшен. Рэйвен. И дальность с Либератором, наверное. Деньги для всего есть. Мне нравится, конечно, как здания растут в размере. Меня вообще можно было фотонить. Руководствуясь этой логикой. Пристройка завершена. Всё, валим отсюда. Так, отсюда уходим. Хорошо дропнулись. Очень неплохо. Можно идти на следующую базу. Дальше хелбатов добавим. У Каби очень большие проблемы с экономикой. Я не то, чтобы прям могу его убить. Сейчас. Мне нужно ещё немного времени. Но в целом... Особенно если немного понаглеть. Всё будет хорошо. Сейчас добавим хелбатов немного. Но говорят, у Мстарк не хватает припасов. Нужно больше Веспена. Либераторам было бы здорово просто пролететь вот... Отовсюду. Со всех сторон. Посмотреть, как там идут дела. Энергии пока нет. Терпение. Ну, сейчас мне уже начинает нравиться моё войско. Прям. Реально начинает нравиться. Ещё немного. Такого. Энергии. Апгрейд готов. Реально. 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 Он отреагировал и славно. Ну что, поехали. Пока мы его там отвлекли. Я думаю, это можно оставить. Реально. 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 Ну вот и все Из этой ситуации у него не будет выхода Вот это я конечно вытащил из такой, знаете ли, ситуации Прям не очень классной Он открылся, прокси, гейтом И конечно... Я бы мог задаться вопросом, что это у него за такой странный билд Но просто при этом билде обычно делается один зилот и дальше два сталкера Поэтому я думал, что с это я дострою Ну в принципе хорошо, что я сделал вот это Потому что он вместо того, чтобы сразу перейти в макро, дальше меня пытался пушить И конечно у меня тут был миллион проблем Но... Отбиться-то я все равно отбился по итогу Кстати, если бы он пошел в Старгейт с батарейками, наверное было бы жестче Я думал над тем, что дальше может быть Старгейт, но... Ну хотя все равно так поздно Роботик Старгейт, не важно что Я дальше в мины шел Сложно сказать Ему надо было либо нормально забатареивать, либо все-таки нормально в макро идти Но конечно преимущество тут у него было хорошее Несмотря на мою вторую орбиталку Вот здесь он тоже ошибся Отдал мне пару сталкеров Конечно здесь Такое Эти имморталы-берсерки в божане Такие неадекватные, это кошмар Да, нормально настрелял 10 убийств этот иммортал Вот это был ключевой для меня момент, после которого стало понятно, что у меня есть хорошие шансы Конечно иммортал снова-таки нажестил Но в целом у меня оставалось 17 рабов То есть я-то позади экономически, но экономически я всегда отыграюсь За счет более высокого уровня макро и вот разного рода хараса Ну да, вот это был первый ключевой момент в плане отыгрыша Вот это был второй ключевой момент После которого у него осталось 13 рабов на моих 23 В принципе с этого момента игра была выиграна Да, у него 4 пробки осталось в какой-то момент Но мне надо было просто нереально слоу-плеить Потому что, ну вот, например, иммортал-берсерк, да Он просто может кайтить моё войско И тогда, как бы, Каби ничего не теряет Поэтому я продолжил просто играть от бароны Ну и в итоге это принесло свои плоды Интересная игра На самом деле очень неплохо, как оказалось, подобранный Ганди Кап Который фактически уравнял наши шансы И я только ценой прям очень серьезного потения Сумел одержать победу Это было здорово Это была довольно классная битва В матчапе ТВП И счет в нашем новогоднем нечестном Старкрафте Становится 1-1 Третий гость нашего новогоднего нечестного Старкрафта Это Карина Мисс Краузе Карина, привет! Привет! Ты разбавишь нашу плотную мужскую компанию Которая тут устроила очень потный Старкрафт В первых двух сетах Расскажи, пожалуйста, как вообще так получилось Что ты оказалась в Старкрафте Потому что вообще киберспорт, говорят, как-то Вроде бы больше подходит парням Вроде бы там намного больше парней А уж Старкрафт такая квинтэссенса соревновательного 1 на 1 Что тут, казалось бы, делать девушкам? Ну, если честно, я хочу сказать то, что Я не вижу такого, например И я не поддерживаю такую тему или мысль о том, что Какая-то определенная игра только для мужчин А какая-то только для женщин Мне кажется, на самом деле, все-таки здесь все более индивидуально Со Старкрафтом я познакомилась просто, наверное, так же, как и любой другой человек Который играет в компьютерные игры У него круг общения начинается с того, что у него появляются какие-то знакомые Друзья, которые также играют в какие-нибудь игры И вы начинаете обмениваться информацией Находите что-то новое и тому подобное Здесь произошло как раз-таки то же самое Что меня познакомили с этой игрой И мне она понравилась Меня зацепила именно компания Мне показали компанию Мне показали ролики, которые были в компании И вот это меня зацепила Мне понравилась сама идея Сам сюжет И я начала играть Это здорово Расскажи, пожалуйста, у тебя был какой-то вот Старкрафтерский прорыв в этом году? Может быть, игровой там, допустим Не знаю, взяла Diamond Tier 1 Может быть, там что-то не связанное непосредственно с игрой Вот какие у тебя самые яркие воспоминания Самые яркие Старкрафт-прорывы 2018 года? Ну, наверное, это то, что я за все это время Ну как, я начала же играть, получается, в 2017 То есть я всего играю полтора года И у меня была в начале, вообще изначально такая цель Чтобы научиться играть И вообще понять, на что я способна Что я могу сделать в этой игре Какой мой предел И есть ли он у меня Я начала продвигаться Я начала играть, учиться И по лигам, если брать То, как бы, мне кажется Был неплохой результат За такой короткий Ну, может быть, он и не короткий Но за вот этот период времени Что я все-таки дошла до первого Diamond Что у меня максимальный мой ММР был 4400 И... Ну, я там не ногу продержалась Я чуть-чуть там просидела И потом обратно вниз Вот И, в общем, наверное, еще то Что изначально я играла чисто только в мех И вот в последнее время Я все-таки начала себя пересиливать Так сказать, заставлять себя играть в био Учиться играть через био Поскольку для меня это немножко сложнее Чем играть через мех Серьезно Спасибо за такой подробный экскурс Напомню, что за прорывами Мисс Крауза в мире второго Старкрафта Вы можете следить на ее твич-канале Который так и называется Да, просто Мисс Крауза А сейчас давайте посмотрим Какие же Гандикапы хочет использовать Наши гости для этой игры Во-первых, здесь будет новый для нас Гандикап Это повороты камеры Он будет действовать только на меня И вы увидите, как это будет работать А во-вторых Карина выбрала себе Все возможные апгрейды для расы тернов Так что ее морпехи, например Будут появляться со стимпаком С щитами, грейдами 3.3 Или, например, гелионы Сразу с адским пламенем Там уж как захочется Наши гости Расскажи, пожалуйста, почему я должен быть Именно за Протасу У тебя есть какие-то стратегии под Протасу Или тебе просто нравится этот матч-ап? Это, наверное, моя... Нет, не то, что он мне нравится Или у меня есть какая-то стратегия Это просто мое больное место У меня... Ну вот как бы... Я играю, например, у меня есть матчи ТВТ, ТВЗ, ТВП И, естественно, у меня одно время была вообще паническая такая... Какая-то такая ситуация То есть я очень сильно боялась Протасов Вот просто я вижу зилка и все И у меня холодок Мне плохо У меня... Мне, короче, вообще фигово То есть у меня... Ну вот я начала бояться Протасов Из-за того, что я плохо играю именно против них Вот Поэтому я решила, что ты будешь Протасом Хорошо, давай посмотрим Удастся ли тебе пересилить эту свою боязнь Эту свою проблему Удачной игры тебе, Карина Поехали на карту Автоматон Спасибо, тебе тоже Хм... Интересный выбор расы, да? У меня проблемы с Протасами Поэтому давайте-ка я сейчас сыграю против Протасов Клин клином вышибают Хорошо Посмотрим, что из этого получится Отправляемся на карту Автоматон Где нас уже ждет Битва Протаса и Тирана Пока все начинается очень хорошо Все начинается с приятной камеры Ага И очень быстро Подождите, а как мне Как мне вообще получить доступ К нижней части моего мейна? Алло Есть какой-то способ? Похоже, что нет О, спасибо Это было в тему Мне как раз нужно было направить раба Ну, в общем Некоторые ракурсы тут, видимо, будут Очень неприятными Что мы будем делать, господа? Дисрапторы, шторм Что-то в этом духе Но, как бы, видя, что происходит с камерой Я перестаю верить в свое искусство управления дисрапторами Которые, как бы, и так находятся на около донном уровне Самое главное, конечно, не умереть в начале То есть мне нужна макро-игра В этом нет сомнений Нужно больше минералов Минералов нет Но при этом мисс Крауза, как бы, вроде бы не каби Там, чтобы лепить мне прокси-бараки, да? Поэтому Поэтому Исходя из манеры игры соперницы Я думаю, я все-таки должен играть стандартно Конечно, побыстрее Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Побыстрее кибернетку хотел я сказать Но в итоге она у меня просто Мега быстрая Я отправил раба на газ, да? Вроде отправил Минералов нет Ой, какая жесть Может мне попробовать каким-то первым адептом все-таки его похарасить? Как вы думаете? Типа 3-3 рипер, интересно, убивает адепта один в один? Вроде не должен Я успею там какие-то 3-4 выстрела нанести при любых раскладах И дальше Дальше мне бы по-хорошему, конечно, от обороны в быстрый шторм как-нибудь, да? Что с кибернеткой вообще? Как же глупо это здание сейчас смотрится Давайте и сталкер обустанем Выполним команду Давайте, наверное, одну сентри, чтобы у меня была какая-то разведка, да? Минимальная В целом по жизни Хрен на себе Тут у нас два мародера с замедлением Так, ну есть у меня тогда одна идея При опенингах в мародера с замедлением? Я думаю, что Невыполнимая команда Можно попробовать подловить Карину кое на чем Давайте обустанем Грейт на варп, что ли Нужно больше минералов Нормальная тема, конечно Минералов нет Быстро же ты их тратишь Войска стали быстрее Выше Сильнее Может, в блинг дарков пойдем? А потом уже в какой-нибудь шторм Давайте разведку В любом случае надо потихоньку добывать Наши ключевые ресурсы Можно потихоньку темплар архивы Невыполнимая команда Минералов не хватает Там турель Едрить Ну ладно Уже стратка не сработает Может и сработает Сейчас посмотрим Минералов нет Быстро же ты их тратишь Так, тут вроде Эй Уходи Заметила дарка? Ну ты просто жесткая Ох Ох, Карина там отжигает Где я нахожусь вообще? Кто-то понимает? Третий Нексус я могу поставить? Нет, вообще не здесь Вот здесь Че тут Происходит Все, мы ее, короче, будем отвлекать дальше Все Невыполнимая команда Нужно больше Веспена Газа нет Но говорят он Только Оп Пойдем Ты теряешь рабочих Все, сейчас она отвлекается На все это дело Дарк не ваншотит раба Поздравляем Не-не-не-не-не Да откуда ж у тебя? О А Дарк ушел, кстати Блин, тут кругом турели Есть какое-то место, где нет детекции? Аааа Нет такого места Я понял Давайте мне чардж какой-нибудь, да? Ой, давайте мне рабов сюда Тут тоже бы батарейку Фатонку Че-то вот такое Типа какое-то Минералы Давайте пойдем Сразу прям вот подавим У меня есть штормы Правильно-правильно Пойдем Умри Чертова Мина Но тебе не хватает одного шторма? Серьезно? Ну ладно Тогда я пока Наверное Слегка перебарщиваю, да? С агрессией Ооо Да, конечно Нужен Веспен Но, ребят А еще, например Нужна камера нормальная Много чего мне нужно В этой жизни Мне бы еще варпнуть Одного Темплера на мейн Чтобы тут не было Приключений Каких-то Да? Рабов убивают Не забудь потом построить Новый Че? Так нагло Прям Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ну, там что-то мы сделали нормальное Нашу базу атакуют, мобилизуемся Невыполнимая команда Хрена себе, мультитаск Девушка, вы что? Да Прекратите, марики Ничего не хватает, когда тебя разводят по трем направлениям Ладно Здесь, короче, есть гарнизон на двоечку Здесь есть основное войско Вроде мы живем Вроде грейды 2.2 сейчас будут И я думаю, что Да, где мой обсервер? Скоро нам будет нужна новая база Ох, как же плохо это все Мы еще со всеми этими бедами обсерверов тут отдаем налево и направо Ладно, вроде Ой Ладно, жить можно Тихонько-тихонько, Алекс Все ок Грейды 3D Ой, а тут А тут, возможно, и не было где-то детекции, но ничего Вроде все ок Так, мне нужен еще блинк, по идее Ай, ладно Пофиг, нет на него сейчас денег Надо отправить куда-то Дарка Погулять И надо бы потихоньку в колоссов выходить Потому что иначе я буду и дальше здесь страдать Нужно больше минералов Энергии пока нет Главное, чтобы не было снова вот этих вот смелых Ух ты, елы-палы Снова начинается какая-то жесть Не, ну если у нее не появятся госты По идее все ок Погулять Какие банimes? Самые банды Какие банды? Каре не Наши войска вступили в бой Минеральный кристалл Срочно нужны еще гейты Давайте выбьем эту фигню пока все не стало слишком плохо Билоны под ударом, смещай войска Дадада, уходи отсюда, здесь как бы вообще нечего делать Правильно Оно тебе надо Я просто, блин, не могу Так, четвертая база А, они здесь Кто атакует мои здания? Это ж неправда Блин, ну там танки эти какие-то Не в тему Вообще Так как она? Просто вообще жесткая Очень вовремя ракурс камеры переключился, да? Спасибо О-о-о Штормы-то кончились Но у меня-то 3-3 Наконец-то, да? Наконец-то Нужно больше Веспена Так, всего нужно больше в этой прекрасной игре Короче, вот здесь должен быть Темплар И на Мэйне должен быть Темплар Ты теряешь рабочего Че, кто? Ну, разберемся Некого пока штормить Так, можно сделать только Так, все хорошо Ты дурачок, что ли? Куда тебе понесло? Минералов не хватает Имморталов дальше делаем Продолжаем от обороны играть Потому что сейчас Слишком тяжело с этими разворотами камеры Мне даже просто дома сидеть Чем более крутой лимит я наберу Тем меньше шансов у Карины Я так полагаю Я думаю, просто получаем По максимуму контроля карты Блинк бы еще сделать И можно Чисто под арку На какие-то удаленные базы Там прогуляться Вот так Потом вот так Ну, то есть чисто Исходя из того, что я, по идее Не буду F2-чить Не знаю, по какой такой идее Я не буду F2-чить Ну, давайте представим, что она существует Закончился Переводи рабочих Закончился Хорошо Давайте вот здесь поставим базку И пойдем Вперед Куда-то в сторону вот этой планетарки По идее, я все апгрейды уже сделал, да? Вот мы ее отвлекли чем-то Эффект налицо О, не-не-не Я не туда изначально кликал, господа Минеральный кристалл Нужно больше Веспена Да, Карина сейчас F2-чила Это прям чувствуется У меня внезапно Почти нормальная была камера Где призма? Ну, давайте Мы там никуда на мейн не прилетим, да? А тут есть база, да? Блин, как бы мне ориентироваться на этой карте О, там орбиталка Сюда Надо, чтобы Карина продолжала F2-чить Тогда все будет хорошо О-о-о-о Вот это идеально сейчас Плевать на этого Либератора Мы просто нанесем гигантский урон А, не, у меня мало сталкеров Стоять Стоять, Алекс А давайте ее подразним здесь, что ли Че? В смысле? Колосс? А, подождите, у меня дальности нет? А-а-а Вот оно че, Михалыч У меня нет дальности колоссом, ребят Вот оно че Это беда Ну, пойдем туда Блин Куда? Туда! Туда, туда! О! Вот ее армия, кстати А, темплеры, конечно, не здесь Потому что, че им тут делать? Так, ну, получается тогда размен Блин Блин, ребят, я вообще не понимаю Типа, где моя армия, где ее армия Вообще ничего не понимаю Куда-то там поварпаем Не хватает им Скоро нам будет нужна новая база Маневрируем просто между либераторов А-а-а Да куда переводить их Куда-то камера не работает Переводиморов Э-э-э-э, не-не-не-не-не Что тут за атака такая Пара в бой, конечно Я только в нем и нахожусь Дааа Тичь О, ничего себе, там еще кто-то воевал. Прикиньте. Так, ну 170 лимит это есть. Грейды есть. Все есть. Базу ставим дальше. Так. Пойдем дальше. Воевать. Больше минералов. Минералов не хватает. Сколько у меня рабов-то? 72, но это нормально в такой ситуации. То есть у меня очень дорогое войско. О. Вот это можно штормить легчайше. Ну вроде у нее как бы там все заканчивается. Офигеть. Ох, ребята, я тут настрадался. Конечно, 20 минут жесточайшего экшена. Мамма миа. Мамма миа. Еще опенинг был. А что, мне только так можно смотреть реплей? А от лица Карины никак? О. Вот это мультитаск, да, у человека? Офигеть просто. Тут я, кстати, неплохо отвлек и немало времени-то выиграл. Хотя нет, не выиграл я вообще ни хрена. Лол. Ну, в общем, ставка на шторм, естественно, была правильная. Это как бы единственная причина, по которой я выжил, да, с грейдами 0-0 на 3-3. Я напоминаю, что не камера была основным гандикапом. Основной гандикап заключается в том, что у Карины были вообще все апгрейды, которые только могут быть. А у меня, как изначально, все было стандартно. А камера мне просто осложняла вот эти вот приключения. Блин, ну это жесть. 33 раба она мне убила. Офигеть. У меня в какой-то момент оставалось 36 рабов примерно. Но у нее с другой стороны было столько же. То есть она очень жестко увлекалась мультитаском, и поэтому... Не идеально у нее все было там по... По макро. Ну, конечно, здесь у меня совсем были большие проблемы. Да, тут мне повезло, что мисс Краузен и гастов особо ставку не делала. Ну, как бы, если бы там были гасты, то я бы сразу заказал дисрапторов. И дальше мне пришлось бы именно в дисрапторов вместо штормов играть. Это немного хуже, потому что дисрапторами нужен более тонкий контроль. Вот здесь, кстати, реально было стрёмно, и я думал, что могу проиграть. Но... Чёртовые мины. С этой камерой, конечно, очень тяжело как-то адекватно вести игру там, типа, с абсерверами совсем на свете. Ну, здесь у меня уже были 3-3, да. Здесь я уже нормально воевал. Когда у нее уже не было преимущества по грейдам. И, в принципе, начиная с этого момента, я уже был уверен, что не проиграю. Вот примерно с этого. То есть я выхожу все спокойно на четвертую базу. У меня есть третья апгрейда. У меня армия с колоссами и штормами. Но, конечно, я такой красавчик, что я не заказал грейд на дальность колоссом. Здесь я такой просто стою и думаю, блин, а чё турель достает до колосса? А колосс не достает до туреля. Потому что турель апгрейд на дальность-то. О-о-о. Крин, а тут риперов каких-то странных настроило. Видимо, это мисклик был. Но вот тут я хорошо повоевал. И вот тут я хорошо повоевал, на самом деле. Потому что у нее осталось 50 рабов. И после этого я еще выбил ей планетарку. Да, у меня тут же 5 нексусов, у меня хороший лимит. У меня только дальности колосса нет. 39 рабов у нее осталось. А, это еще дарк был до этого. А сейчас только были чардж зилоты. Ну да, я норм. Вот тут я вообще не понимал, что происходит. Потому что у меня совсем была беда с камерой. Я где-то там потерял и отдал темплеров. Вот эти маневры были крутые. Но я в итоге так-то ничего особо и не потерял. И Карина уже шла в улыновую атаку. А здесь забытые зилы. Прикольно, прикольно. Очень хорошая игра. Очень здорово сыграла Карина. Очень хороший гандикап в целом. Сам по себе. И у нас на самом деле здесь даже АПМ, считайте, равны. 176 на 167. Ну и было очень сложно с одной стороны. Но, наверное, таким и должен быть нечестный Старкрафт. Садист 0.7 в этой игре пострадал. Но вышел из нее победителем. Спасибо Мисс Краузу за игру. Это было здорово. Счет 2-1 в мою пользу. И мы можем продолжать наш специальный новогодний нечестный Старкрафт. Господа, мы продолжаем. Счет 2-1. И теперь у нас совсем непростой гость. Миша, я даже не хочу тебе представлять, потому что ты сам себе представишь. Еще пошутишь по дороге над собой, надо мной, над кем угодно. Привет тебе. Здравствуй. Я вообще, на самом деле, знаешь, я пришел, чтобы вас похвалить. Потому что ты мне когда рассказывал про концепт этой карты, я прям сразу в ней загорелся. Мне захотелось в нее поиграть. Поэтому я даже не возьму с тебя свою стандартную квоту в полторы тысячи долларов за то, чтобы поучаствовать в одном выписке твоего видео. Это очень приятная экономия, на самом деле. Это просто 10% от того, что Алекс обычно зарабатывает за один видос, который он выпускает на YouTube, друзья. Поэтому смотрите сами, кого вы смотрите. Тут долларовый миллионер нарисовывается. Именно поэтому я уже живу на Гавайях. И у меня такое хорошее настроение 31 декабря. Как вы догадались, NSLCR в гостях. Миша, расскажи, как тебе вообще StarCraft после вот такого мини-возвращения? Очень сложно, очень интенсивно, очень круто. То есть постоянно эта игра, в которой ты такое ощущение, что постоянно... Знаешь, мне не покидает ощущение, что сейчас ты постоянно должен что-то делать, иначе ты в полном будешь добрее, скажем так, сидеть. То есть если ты постоянно, как фехтование, знаешь, если ты постоянно не пытаешься ткнуть в соперника, то он 100% превратится, знаешь, только в фехтование, где соперник превращается постепенно из человека в танка. И ты как бы дальше его тыкай-не тыкай, потому что он просто от тебя переедет, если ты его не потыкаешь вовремя. Вот у меня впечатления такие, по крайней мере, потому что макро у меня пока очень плохое, скажем так. Хорошо, давай обсудим, за счет чего ты собираешься не дать мне превратиться в танк или переехать меня. На карте Cloud Kingdom, во-первых, мы с тобой сыграем. Что это за интересный такой выбор времен 2011 года? Олды, помнят, олды, помню. Это чуть попозже, мне кажется, это 12-й год. Знаешь, Cloud Kingdom в свое время это была прогрессивная карта, то есть это не мусоросборник тебе какой-нибудь, который нереальный бой. Ну, смотри, я хочу что-то поинтересное, то есть я хочу какую-то комбинацию хотя бы из двух. И мне понравилась очень штука, которая рандомно убивает юнитов, то есть она... Чужих, да, прикольная штука. А у меня не будет убивать рандомно, она только тебе будет? Да. А можно сделать так, чтобы мне тоже рандомно убивало? Ты точно этого хочешь? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Как скажешь, Миша. Ну, я как бы как человек, который знает, что невидимость равно неуязвимость юнитов, я попросил Алекса, чтобы мои издания и юниты были невидимыми. Так что... А нет, только юниты. Только юниты, только юниты, да? Я без проблем, я могу тебе издание сделать. Не надо, не надо, не надо. Но не хочу, чтобы прям совсем, знаешь, было... Знаешь, всё-таки хочется, чтобы ты как-то меня... Если ты меня обыграл, то это было круто, а не унизительно для меня. Потому что если я там тебя проиграю, имея 30 гандикапов, то это будет значить, что я прям вообще какой-то... Извините за слово, лох. Я понял. Всё резонно, кроме одного. Давай представим, что мне попадается зерк, я играю в масса собак, и получается, что децимация работает дико в минус тебе, а не мне. А-а-а... Ну, она же... Ну, хорошо, а я построю масс-маринов. Но всё равно она будет работать. То есть, это гандикап, который в теории может сработать очень сильно против тебя. Ну, а если ты будешь за протасов играть сейчас? Я могу поставить протасов. Не ставь протасов, тебе выпук. А-а-а... Всё, понимаешь? Ты надеешься на рандом. Хорошо? Хорошо. Мне нравится, когда в игре необычные правила, и люди подстраиваются по них. То есть, знаешь, если ты будешь играть с определенными гандикапами... Ну, и вообще, в принципе, да, чем хорошо, когда у тебя есть куча всяких таких условий, они заставляют в первую очередь твои мозги думать. Ну, то есть, ты такой... Так, у меня будут умирать юниты. Вывод. Надо строить Тор оф танков. Это вот самое выгодное, да? Волси. Я согласен. Я только что сыграл просто три игры, после которых у меня уже мозги плавятся, руки трясутся. Поэтому я уверен, что и сейчас у нас тоже будет очень весело. Но это ты про свой возраст можешь меня не затирать. Мне тоже уже как бы 26, так что вот это вот я чувствую твою проблему, Олег. Чувствуешь, да? Ну, хорошо. Пока тебе еще не 26. Давай попробуем сыграть интересный поединок. Я желаю тебе, чтобы мне выпал протас, иначе тебе будет очень больно. Взаимно, взаимно, Алексей. Давай. Желаю тебе, чтобы тебе тоже был протас. Хорошо. А мы без скайпа будем играть дальше? Мы не будем? Ага. Если ты хочешь, так как у нас специальный новогодний выпуск. Ну, конечно, я хочу. Ты хочешь. Хорошо. Тогда все ради тебя. Нет, до этого мы играли без скайпа, но если Миша хочет, то, конечно, мы просто обязаны. А какой смысл, как бы, как говорится... Ну, смысл в том, что я могу порассуждать об игре и о своих стратегиях. Вот, но, конечно, понимая, понимая, что я играю против тебя, я все равно могу рассуждать об игре и о стратегиях. Ничего не меняется, получается, поэтому в твоем случае я не против. Интересно, что ты, по идее, как бы меня не можешь разведать, потому что первое, о чем ты можешь мне разведать, типа, у каждой расы это очень что-то позднее. Ну да, там, апсервер, например. Ну да. А ты все равно невидимых юнитов уже как бы будешь, ну, интуитивно чувствовать, я правильно понимаю? Ну, видеть их, типа, как в тубане войны. Скажем так, я до сих пор, когда комментирую игры других теренов, прихожу в шок от того, как они ловят апсерверов. А, ну, это справедливо, да, кстати. Поэтому, не знаю, что тебе сказать, но, боюсь, будет мне в этом плане как раз непросто. Ну, смотри, децимация первая сработает, вон, через, да, да, через 2,5 минуты. А она и рабов, и боевых юнитов может упасть рандомным образом? Да. Самое бесполезное, что я могу сейчас делать, это сыграть байншу с инвизом, если я правильно понимаю. Типа. Да, это было бы довольно странно. Представляешь, был бы такой двойной уровень невидимости, когда тебе детекторы не палят. Наверняка в моба есть такое, да, когда вроде кто-то детектор, но все равно есть уровень невидимости, который детекторы не палят. Ну, где-то, где-то, где как, да, есть такая механика, скажем так, существует. Ты мне вот скажи, пожалуйста, ты не думал о том, чтобы подумать над гандикапами не только уровня, типа, игрового, но и уровня человеческого? Ну, то есть, типа, что ты, например, рассказываешь сопернику каждый свой ход. Конечно, у нас был такой, у нас Кугуар играл в таких условиях. Ну, тут практика показывает, что можно так немного хитрить, по типу, ну, не знаю, написать, знаешь, в течение 30 секунд писать все свои действия, а потом в течение 30 секунд их выполнять. И это, в принципе, работает очень неплохо. Угу, угу. Поэтому... А у тебя обычно приходят про игроки, да, играть в эту версию? Да, да. Ты как бы решил, что если барак будет стоять, ну, вот у меня на мейне, то я его точно не увижу, да? Я так понимаю. Конечно, конечно. Поэтому... Поэтому такой и билд выбрал, соответственно. Угу, угу. Угу. Ну, ясно, ясно. Куда-куда ты пропал? Что-что? Куда-то ты пропал, говорю, вместе с ним. Я твой натурал бью, ты не видишь? А-а-а, ну, это... даже не знаю, насколько полезно. Это что такое вообще? Ой, ладно тебе. Типа, видос, олсы бьет натуралов, знаешь, как-то... Типа, какой-то прям злой билд получается, да. Ну, такой, да, довольно-таки... Про-активный, я бы хотел сказать. Про-активный. Ты решил, наверное, построить танк, который... Будет уничтожен децимацией, да? Вот такой хитрый. Да-да-да, вот оно самое, оно самое, Алекс. Угу. Ну, вот тут как-то обидно получается, что я теряю дронов. Прям... Реально обидно. Так, вот тут уже приехала... Оп! Махина. Которую мы все равно убиваем. Ну, дальше, конечно, микроконтролю от олсы сложно что-то противопоставить. Зависит от того, когда ты лингом скоро сделаешь, поэтому... Ну, как когда... Типа, делается. Coming soon. Coming January 2019, я бы так сказал. Самое классное, что олсы уже готов цц. Ну что, как твои дела, рассказывай. Слушай, ну неплохо, в целом. После первой ты децимации, а? Ну так, в целом, подойдет. Ай! Что-то мне не очень получалось его окружать. Но... В целом, я могу быть доволен. Нееет! Троны! Слушай, на меня... Меня КСМки поотъезжали оба раза пока что. Значит, твоим риперам повезло, скажем так. Очевидно. Не может же им везти бесконечно, правильно? Правильно, правильно. Но пока везет. Но не бесконечно, но везет. Ааа, еще рабы! Лол! Что с моей экономикой? За что ее так? Я думаю, что у нее проблемы. Энергии пока нет. Я еще думаю, что ты мог бы поднять барак, но ты не стал этого делать. Не-не, фигня, Алексей. Ну, типа, чего им лететь так далеко-то? Так, сейчас очередная... А ты просто маслингов, да, будешь строить? Понятно! Грязная, бузер! Все ясно! Не можешь честно играть, да? Понятно! Эээ... Ну, если честно, у меня тоже есть легкие неприятности, потому что, например, только что я потерял аверсира. А, да? Это было довольно глупо, да. Рой эволюционировал. А, ну да, и зачем я сюда прибежал, теперь интересно. С потерянным-то аверсиром, а? Аааа... Ну, вообще, да, жизнь-то, конечно, у тебя не малина сейчас, Алексей. Посматривай в правый верхний угол. Я еще и в supply-блок попал, типа, из-за того, что я его потерял. Ааа! Ну, хорошо, хоть, знаешь, типа, вот эта вот фигня, что, типа, рабочий стоит, стоит, ничего не делает, оп, взял и сдох. Спасибо тебе большое, как сказать, рабочий. Ты знаешь, у меня есть подозрение, что мы с тобой оба проиграем в итоге. Типа, этот режим сделает нам eliminate, и приятно, знаешь, что вот с supply-ами вообще никаких проблем. Эээ... Он же там еще каждые 30 секунд, да, случается? Да-да-да. Вот это уже... У меня вот, например, на мейне от 18 рабов осталось 7 просто. Эээ... Так. КСМ, морпех, головорез. КСМ, морпех, морпех. То, что мне вот сейчас показало. Ага. Ну, куда тебя... А не сколько твоей аверсирует надо сдохнуть просто? Взять сейчас и сдохнуть, так сказать. Может. У него, кстати, есть апгрейд на скорость. Опа! Оооо! А можно вот это вот без микро, без этого своего? Не-не-не-не. Тут, типа, и так все очень плохо. Духовой, денег нет на спору, ну ладно. Алло, линги! Типа... Алло! Блин, аверсирует нет! Ха-ха-ха-ха! Ну что за фигня? Ладно! Ну почему опять он? Мне нравится этот рандом, знаешь, просто бессмысленный и беспощадный. А почему тут рипер не умирает? Он тупо всю игру живет. Вот это микроконтроль, знаешь, типо, на которые я инвестирую довольно много сил. А, и знаешь, короче, самый... а у меня сдохло 8 рабов только что лоу у меня вообще у тебя юнитов слишком много если тебе 8 рабов сдохло потому что у меня сдохло например 6 юнитов я просто в шоке если честно сейчас случился о короче выполнен чуть чуть ну да я помню эти зелнаги насколько они ключевые были на этой карте просто имба опять то что у меня выхода как бы обломался ну ладно я понял что главное это короче сейчас мне надо чуть-чуть определенных зданий подстроить чтобы жизнь была малиной определенные здания я короче зря делаю давно понял 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 зря сразу кстати после децимации у меня умер снова оверсир мне кажется там что-то не то с приоритетами потому что у оверсиров прям реально проблемы прям вот вообще проблемы значит нам надо больше спор парня это это верно это верно алексей ну камон миша давай на чистоту какой у тебя лимит 40 у тебя 23 мы не договаривались что это в режиме мы оба можем не победить в итоге но мы оба с тобой сейчас начинаем обузить потому что типа я начинаю строить я так понимаю массовые цицы а ты начинаешь строить массовые типа спорки и ну да но твой вариант звучит попривлекательнее чего себе сейчас слушай ну я думаю я не вышиву это застеподез десматч такой типа что тут тут никто победит тут кто дальше проживет то есть как бы вроде план должен быть в том чтобы построить собак но я тупо не могу у меня есть деньги но я уже не могу строить ни собак ни дронов ничего у меня армия выхода которая знаешь пошла типа она превратилась трех мариков викинга и все идеют и ряды мои да хватит вот это вот все делать вот это без крипа без крипа ты вообще мне кажется когда ты я случайно сделал если что не специально не специально еще агрессивный starcraft в этом режиме типа очень наказуем потому что чем-то типа агрессивно играешь тем больше унитов умирает пока доходит и ты остаешься по ни с чем на на приходе если если можно так сказать она приходит и остаешься ни с чем неважно священник ты или наркоман как говорится погнали парня я думаю строить района чтоб криптовой почистить на думаю блин он же точно сдохнет он прямо вот у него типа тупо вариантов дожить не будет никаких тогда здесь чем дороже юнитов ты строишь тем бессмысленно смысл смысл бессмысленности нет нет децимация только не сейчас а я вижу армии волосы друзья вот она вот они вот они да хватит вот это вот все вот это вот все блин ну вот викинг конечно это как бы слушай а такое у тебя бывало что у тебя например ксм которые строят 3 за типа 3 ксм которые строят здание типа убирают у меня бывает что мне личинки коконы умирают но самое жесткое таверлорды правда я вообще не понимаю типа что делать оверлорды это просто жесть я перманентно в сапплей блоки и они же еще как бы дорогие довольно да 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 если у тебя еще рабов мало то это и типа я уже несколько раз готовился проводить контратаки но у меня версии не летали не что типа да да то есть у меня просто не долетает аверсируем постоянно ах вот оно чё михалыч ну что это такое ну что это за прокси базы там в разных частях карты ну михаил как ты их спалил у нас и что а что стало видным смысле здание конечно а у меня здание видны точно он мир вы починить не переживай посмотрим посмотрим почти нет или нет это еще вопрос так ну типа говорят на какие-то технологии развивать да 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 я сейчас думаю инженерку заказывать или нет для грейдов как бы я вот не знаю куда он летит ай-яй-яй-яй куда вы пошли тут идиоты идиоты просто идиоты нет ладно у меня мулов мулов не жалко короче ну да у тебя хоть бесплатные юниты есть а у меня нет бесплатных не столько условно бесплатные если ты понимаешь через транзакции просто а мне интересно то третью хату зачем поставил типа у тебя же две не нормально не наблюдают сопли блоков не было а я тупо лимит мне нужен тупо лимит сопли блоки это ты хитро придумал действительно чем ненамыне про она что такое аоааа 5 Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой. А на моюню у меня всё равно нет оверлордов, что ты сюда припёрся? Ну я так жду, когда появится звонок. Ха-ха-ха! Понятно, понятно, да, ясно. Так у меня... Сколько у тебя левита, Лёх? 18! 37! Просто... Че-то у нас обоих как бы больше его не становится. Не становится. Не, я пытаюсь отчаянно сейчас накачаться как-нибудь. суши на hero marine накачивался он типа а слушая что-то она я понял понял хитро ты придумал надо было чуть пораньше не соберло ни одного не переживай да все нормально я слышал что они приземляются там же на них какой-то апгрейт есть тоже да на как раз на вот скорость этой самой смены но друзья позвучит более слушая апреки если я делаю дроп типа и у меня в типа в десимации дроп умер алло викинга три штуки отъехал я улетаю короче кстати да когда hero marine помнится сделал дроп у него отлетел как раз полный медивак забавно забавно тупо не успевает отстраиваться опачки кого вижу алексей это что такое звали лол сколько лимит 15 не 23 но саплай блок но саплай блок интересно а какую я могу успеть получить value от королев кроме одного крипту мара типа оставляла один хп например то ты мог бы там не знаю захилить хотя бы потом этого юнита но это просто отъезжает и все каждая децимация ты знаешь такой прямо удар вот самое сердце ну что это за лажа ну ты же не рассчитывал серьезно здесь будет честный старкрафт алексей а сейчас подлетаешь медиваком под спору и оказываешься еще под бэйнами видал я не знаю не знаю я очень 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 проявил очень сильные микро за это я наказываю твоих королев сейчас в принципе на них пофигу они бы и так на следующий смартфон это такое наказание ладно тебе не жалко сканы тратить на такой вот но у меня сколько 8 cc да так не особо если честно а я очень скинул на ту свою невидимую локацию триллион этих триллион мулов так что все вроде как ок я тут такую штуку придумал а децимация как бы да вот эту штуку вот эта штука да но алексей мной тут было закопано много бэйнова один если ты понимаешь о чем-то они типа сдохли от децимации да ты это не да просто типа очень крутой скан было толстый спасибо спасибо алексей знал ты оценишь того что у вас но тебе не придется микрить викингом если викинг умирает на децимации как говорится теперь не придется микридизировать ничего нет не алексей я успел за контролем ты взорвался в молоко царь как будто я могу с этим что-то сделать я я я это вины конечно нет такая версия у меня нет ну да откуда у меня версия собственно куда у меня бомжа аверсир дабл дроп но все у вас тоже жестко алексей прилетел до такие вы конечно гмл и не снял не могу сказать что прям сильно жесткий алексей да да обрати внимание что supply блок у меня 0 15 это выше моего среднего показать обрати внимание что мой supply блок рекордный выше среднего показателя в несколько раз у меня была проблема я как бы не понял с чем она была связана но постоянно мне кто-то или что-то убивал оверлордов то есть в принципе конечно все время был другой способ получать лимит возможно но это не точно я бы как-то выжил оказалось внезапно что зерги это вообще самый отвратительный просто самый невозможно если бы ты успевал там знаешь но если бы децимация например начиналась не в 3 30 а и серии там в 7 что у тебя 200 лимита и ты просто успеваешь на карте но да да ты просто успеваешь становить быстрее чем ты теряешь тогда наверное пофигу было бы а так зерги конечно уязвимы очень вначале плюс невидимые здания это хорошая комба вышла но я нашел условия в которых я могу тебя победить мне нравится эта карта потому что я в ней победил спасибо алексей спасибо миша отличная игра 2-2 он остановится счет успехов тебе в следующем 2019 году и взаимно и зрителям твоим успехов для друзья вам всего самого наилучшего пишите дальше гневные комментарии про то какой я не джентльмен ну и просто смотрите хороший starcraft на канале алекс давайте ребята обязательно спасибо олси это был миша он же олси с которым мы вместе играем starcraft со времен 2010 года получилось очень здорово ну и сейчас мы перейдем к нашему следующему гостю в пятой игре нашим гостем станет один из наиболее активных комьюнити стримера второго старкрафта это псин-син привет привет алекс привет рад слышать расскажи пожалуйста какой была твоя starcraft деятельность в этом 2018 году как много турниров ты отстримил может быть несколько сотен может быть пока счет идет на десятки какие были самые запоминающиеся турниры события матчи игроки ну сколько нельзя сколько дней наверно столько и турниров было потому что весь 2018 год я стримил практически каждую ночь не знаю сотни наверное это сотни турниров все что было в этом году я практически все показал самые запоминающиеся матчи матчи из последнего я наверно могу вспомнить в моей голове звербит а сэрл против тейджи на home story copy best of five серия где сэрл был необичайно близок к поражению от тейджину тем не менее затащил вот наверно эта игра из последнего мне запомнилась поделись пожалуйста особенностями жизни и фанате не от старкрафта на дальнем востоке когда все события кроме кореи идут по не совсем приятному для тебя часовому поясу каково это ну тяжело конечно тяжело тут отдельная благодарность моей супруге за то что она меня терпит по ночам вот ну а так ну и одиноко немножко потому что я никого с дальнего востока по факту больше не знаю кто бы любил второй ста крафт как-то одиноко и тяжело но очень приятно потому что игра вдохновляет конечно хорошо давай разберемся с тем каким образом ты собираешься меня переигрывать сейчас на карте кайрос джанкшен вдохновившись примером гелиоса псинсин очень хочет чтобы я играл за зерга и у меня были ордер костс вот такое вот интересное решение и еще вдобавок я буду меньше добывать у меня есть гендикап редюс майнинг скажи как ты вообще так относишься к зергам нехорошо что подобные гендикапы ты решил скомбинировать ну не то чтобы к зергам нехорошо относился просто в пвт с тобой играть вообще все плохо в пвт а в пвз ну я надеюсь что удар по экономике как-то поможет мне потому что многие другие гендикапы я считаю вообще ужас ну читерство типа закрыть всю карту мне кажется ты думаешь что вот это гуман не то что я думаю что да удар по самому больному и драгоценному старкрафте экономики даст мне хоть какой-то шанс хорошо договорились тогда удачной тебе игры на кайрос джанкшен мы можем потихоньку начинать но и безусловно спасибо за всю твою starcraft деятельность и успешного тебе 2019 года спасибо алекс удачи тебе итак друзья сейчас мы будем разбираться с весьма неприятным гендикапом сегодня я уже разок проиграл формате ордер кост и син син явно будучи в курсе решил сделать сейчас то же самое со мной хорошо мы можем сделать несколько выводов кстати а можно ли как-то ну ладно пусть у меня будет один ралли-поинт на оверлорда в линии будет можно ли как-то сейчас отменить ралли-поинт интересно запоминаем у меня четверка во сейчас оверлорду никакой приказ не отдал это прекрасно так значит что мы выяснили мы выяснили что если мы отдаем приказ дрону добывать то это не забирает у нас минералы так я думаю что мы не поставим хату можем продолжать играться с минерал волком что если есть у меня совершенно внезапная идея а нет можно вот так ну ладно тогда по идее не обязательно делать ту жесть которую я хотел сделать кибернетка можно вот так нет нельзя как я буду на сей раз пытаться нивелировать вот этот гандикап с ордер кост есть у вас и у нас такой вопрос кстати попробуем прокси базу поставить если честно я задумываюсь над тем чтобы сыграть в дропы бэйнов очень странную стратегию а за что у меня сейчас целых 10 интересно а нэн за королеву наверно за королеву блин вот если давать команду стоп то тоже конечно не хорошо получается невыполнимая команда чё тут видимо он старгейт идет да тут уже хочешь не хочешь надо микрить надо добить его конечно ну вот в такой ситуации когда надо микрить конечно я начинаю проседать по ордер кост но это нормально в общем надо мы играем в две базы и в дропы бэйнов а третье у нас только в прокси как-то нагло прям оракул под спору да вот это мы делаем второй газ мы ставим феникс как бы должен был гонять оверлорда он этого не делает и слава богу там у псинсена прям какие то знаете корейские стратки робот вайлайт там всякие дроп архонов дальше пойдут надо в гидру идти дальше с двух баз и вот опять же обязательно в дропы бэйнов будем с этой хаты проворачивать все наши операции связанные с дропами нужно больше минералов все в принципе сейчас можно заказывать просто много много оверлордов здесь заказать грейтным у овером заказать пару лингов а тут готовится именно к заказу гидры там конечно уже вот-вот прилетит жара ну мы так немножко подготовились как он славно отдал оракулу это позволяет мне сразу чуть-чуть по-другому сгруппироваться грейтным оверлордом делается строй больше войска стали быстрее не хватает лимита нужны оверлорды зачем мне собственно эти дропы они мне нужны для того чтобы выровнять в целом экономическую ситуацию наверное все таки давайте играть на атаку дальше потому что будем идти в леру ну и полетели не хватает энергии можно попробовать поставить стандартную третью смотри на миникарту не будь как я что прям уже вот такая атака да ху ху-ху Сложная ситуация, конечно Я нанес ему сейчас экономический урон Какой-то Но в остальном, безусловно Тут беда Можно попробовать еще раз Провернуть эту штуку Пожалуй Необходимо поставить леркерден Необходимо продолжать раскачивать Локацию Он решил все-таки дальше лезть Ну, конечно, мы это не убьем Тут как бы сомнений нет Можно попробовать сейчас сделать еще один контр-дроп Но, естественно, просто этих зелархонов мы не убьем Поэтому тут нет смысла дальше воевать Ну, честно говоря, я не думаю, что я бы здесь мог что-то придумать глобально И это такая, наверное, самая безвариантная игра Потому что Ну, он просто играет двухбазовый all-in И, естественно, все мои тайминги достаточно жестко сбиты Да, я ему дропом убил довольно много Как видите А, вы не видите Секундочку То есть я ему дропом убил довольно много Как и ожидалось Как раз это мне должно было, да Вот помочь выровнять экономическую ситуацию Но это не особо позволило дальше выровнять игру Потому что как только начинается малейший микроконтроль Я тут же остаюсь без денег В принципе, если бы игра дальше выходила в макро То думаю, что вот такие дропы бейлингов бы помогли Но в остальном, конечно, с учетом гандикапа Reduced Mining Тут крайне тяжело было бы что-то придумать То есть я и без того мало добываю Плюс как только начинается контроль Я сразу же остаюсь без денег совсем Поэтому Пожалуй, это первая игра, в которой Ну, вряд ли я бы мог хоть за что-нибудь зацепиться Даже не знаю, что можно было бы попробовать сделать по-другому Возможно, прям совсем-совсем-совсем быстро улеруете Прям вот в нереально быстро улеру В ущерб всему, что только можно Не знаю, возможно, это была бы оптимальная стратегия Но с гидробейнами здесь особо не сработало Ну что, счет становится 2-3 И сейчас мы продолжим наш нечестный Старкрафт С шестым гостем И я буду находиться на грани поражения Вот такой вот чертовски неожиданный у нас гость номер 6 Неожиданный на самом деле даже для меня Потому что в последний момент пришла в голову идея И удалось ее реализовать Друзья, впервые на нашей трансляции Не просто какие-то реплеи этого игрока Или какие-то игры с его участием А он собственной персоной Это Джиниас Привет, Леша Привет, Алекс Слушай, у нас с тобой было довольно интересное Я бы сказал, знакомство в мире второго Старкрафта Оно было, прямо скажем, не очень таким позитивным Не очень много было в ней дружелюбия По-моему, с обеих сторон Это точно Но с моей, наверное, даже в особенности Расскажи, как ты узнал о выходе одного ролика на моем канале И как ты вообще на него отреагировал? Ну, раз с тобой знакомство произошло, кто не в курсе, я напомню Я тогда еще вообще не знал тебя Я вообще не знал Сканва комьюнити Я пошел фотонить И успешно зафотонил Ты мне написал, что что-то, что недоволен из ТФУ Или что-то в этом роде, что недоволен зафотониванием И я запомнил это Думал, ну хорошо Потом мне сказали, кто? Ты являешься Аликсом Я посмотрел пару твоих видео Думал, ну теперь я тебя буду фотонить Всегда Играя тогда с аккаунта Снова этот аккаунт мне дали пробустить Игроку, кстати, пришлось этот аккаунт Потом полностью забросить И его с клалок Ему очень не повезло Так получилось, что два раза попал Мне как раз таки ты Ну и тогда У нас состоялся разговор уже после игр Где мы, в принципе, нашли общий язык Я извинился перед тобой за тот БМ, который был В принципе, я не БМлю и не люблю как таковой И с тех пор у нас сообщение стало куда более продуктивным и интересным Видео мне понравилось Оно, как всегда, на очень высоком уровне И смотрится как настоящий детектив экшен Да, там было много экшена И даже немного детективности в той истории тоже было Я вкратце рассказывал, когда делал видео про твои игры с низким УПМ Расскажи, может, чуть более подробно о своем знакомстве со Старкрафтом Как и когда оно произошло И почему у тебя именно вот такой стиль игры Такое Старкрафт у меня произошло не при самых лучших обстоятельствах Я попал в ДТП около полугода, лежал просто в больнице Играл за ноутбуком, пока ногу поправляли врачи И, естественно, игра за ноутбук Я, кстати, поиграл около 10 игр, но ни одна мне не понравилась Кроме Старкрафта Вот Старкрафт прям завлек Пройдя кампанию, все три на Эксперте Попробовал себя в однопользовательской игре И очень быстро увлекло И единственное, что мне не хватало скорости В основном это, конечно, игра ноутбука Я привык не кликать Играть очень медленно и раздумывая Ища слабости оппонента И всегда по ним атакуя Причем это могут быть как более длительные макроигры Так и более короткие Но играя именно длительные игры Я понял, что где-то на лимите 300 То есть, допустим, по 150 у двух оппонентов У меня начинает уже лагать И сражение как одно сплошная картинка И потом оно закончено Я себе вывел такие рамки До покупки нормального персонального компьютера Заканчивать игру в первые минут 12 Либо играть с постоянными разменами Да, интересная такая адаптация Интересная довольно стратегия, скажем так Такой еще вопрос у меня есть Он кому-то покажется не совсем корректным Но мы, взрослые мужчины, можем об этом говорить Смотри, в киберспорте принято считать Особенно в таком, как StarCraft Что после 25 уже все становится плохо Я тебе скажу откровенно То есть, мой уровень, конечно, вырос По сравнению с уровнем, не знаю, годичной Двугодичной давности Но я правда чувствую, что я стал медленнее Воспринимать информацию по ходу игры То есть, я понимаю, что Мне не хватает в какие-то моменты Начинает не хватать именно скорости мышления Ты чувствуешь, что ты иногда упираешься В силу возраста или каких-то других моментов В то, что наш хороший друг Блай Называет когнитивкой То есть, просто скоростью реакции Мышления в игре вот таких моментов Не просто скорости кликов Ну, это научно подтвержденный факт Мы с 25 лет начинаем стареть И наши все когнитивные реакции снижаются Но не настолько, чтобы даже Там в 25, 30, 35 Я думаю, можно при определенных усилиях И силы воли входить даже в топ-16 Вопрос именно Как ты подходишь к играм, к тренировкам И в принципе Как играть с Эрл, допустим Я точно не смогу и вообще смогу Это талант Это не просто там ему столько-то лет И он такой успешный игрок Это талант и усилия И там тысячи факторов Которые сыграли роль Что появляются такие униками Но играть вполне на уровень топ-16 Я думаю, может и 35-летний И даже более возрастной игрок Несмотря на снижение всех когнитивных навыков Они не настолько Опять же, если брать чисто научный подход Там около 10 до 25% скорости То есть если ты кликаешь на 25% медленнее Это не принципиально То есть я могу играть еще и намного быстрее Если будет хорошее оборудование Хорошо, ну надеюсь мы с тобой Может быть станем, может быть не станем Подтверждением этой гипотезы Что и в 35 можно тащить Я предлагаю тебе сменить лобби Потому что я там по определенным соображениям Чуть-чуть другую карту выбрал Но надеюсь она тебе тоже понравится По крайней мере, если верить Одному немецкому зергу-прогеймеру С никнеймом Ламбо То это вообще оптимальная карта для зергов за ВП Скоро узнаем, прав ли он И сейчас вы увидите, господа Какие у нас будут условия игры на сей раз Мы знаем, как играет Джиниас за Протаса Но сейчас нам предстоит узнать Как он играет за зерга За разу, которая вроде бы требует Больше всего механики и больше всего ОПМ Однако при этом у Лёши будет один очень интересный бонус Это Мувспид Скорость перемещения всех юнитов Кроме рабов в полтора раза выше Но я буду играть за Протаса И, возможно, попробую обрушить на Джиниаса Все то, что он обычно обрушивает на меня в ПВЗ Увидим, насколько я буду в этом успешен Лёша, спасибо тебе за участие заранее Ну и, конечно, желаю хорошей игры Спасибо, Аликс, за приглашение Надеюсь, игра будет интересной Да, однозначно, я думаю, она должна такой получиться Это был Джиниас собственной персоны И сейчас мы увидим, каков Джиниас в игре За зерга С вот таким вот очень высоким уровнем игровой скорости Каттер будет у его боевых единиц Посмотрим, что из этого получится Это будет в любом случае очень интересно У нас нынче счёт 2-3 В нечестном Старкрафте, поэтому я нахожусь на грани поражения Но против Джиниаса Зерга, я думаю, у меня неплохие шансы Джиниаса Протаса я на ладере, ну, опасаюсь Но обычно обыгрываю за Террана За Зерга и Протаса у меня, конечно, так, седеменрейт Особенно за Протаса Но вот сейчас за Протаса против Зерга Глядишь, что-то интересное получится Давайте посмотрим Нельзя запороть стенку, конечно И давайте попробуем подловить Джиниаса на том, что он, наверное, не очень хорошо представляет Что такое, там, тайминги а-ля 16-я хата, 17-я хата, по идее, да? И на Саруле Анфол как бы помешать тяжело, но можно Особенно если Зерг, опять же, не до конца уверен в своих таймингах То есть на 0.48 я примерно окажусь здесь И 16-ю хату можно было бы успеть поставить А вот 17-ю уже никак Но ее и не хочет ставить Джиниас Видите, какое решение интересное Ну что, придется нам смотреть, что там Но предварительно давайте поставим здесь пилон Потому что, мало ли, а здесь, а здесь довольно ранний пул, но это не 12-й Это какой-то такой специфический пул, как будто специально против зафотонивания, вы знаете Прям очень вот антифотонистый пул Ну я даже не знаю, я, наверное, сыграю сейчас кибернетка Nexus Я не хочу Nexus задерживать, я не вижу для этого основания серьезных Нужно больше минералов Там все-таки нет газа Минералов нет, быстро же ты их тратишь Ой-ой-ой, я об этом забыл Секундочку Нужно больше минералов Минералов нет Так, ну и тут есть интересная история За которую я сейчас просто потеряю кибернетку, потому что у меня лимита нет Понимаете, в чем проблема? Ммм, нет Минералов быстро же ты их тратишь Минералов не хватает Минералов нет, быстро же ты их тратишь Окей, так лучше Нужно больше минералов Это будет очень плохая стенка, но она будет И с этим меня можно поздравить Минералов не хватает Очень много проблем Но по итогу мы все-таки здесь Сдюжили Окей Сейчас надо просто раскачивать экономику и все будет хорошо Нужно больше минералов Минералов не хватает Тут вообще есть проход? Тут нет прохода Ну что ж Окей Я думаю мы сыграем в Robotics В Robot Twilight какие-то вот такие темы В Genius'а, конечно, сейчас есть возможность там халявить просто бешено Энергии пока нет Как я вообще мог забыть, что у него есть бонус по мувспиду, интересно? Как вот вообще в теории это возможно? Нормально Я не знаю, что он будет делать Но по идее он должен Выбрать какой-то такой, знаете, чисто Окликовый состав армии То есть я не думаю, что тут будут, условно говоря, там бешеные разводы с моталистками постоянные, да? Или еще какая-то тема в этом духе Быстро же ты их тратишь Нужно больше миров Минералов не хватает Не хватает энергии Так Влетели Влетели смотреть, что там Темплеры, архивы добавляем, гейты добавляем Не, ну тут Тут у него очень много всего, поэтому, видимо А он на тир-1, получается, сидит, да? Любопытно Он прям, получается, сидит на тир-1 Ну хорошо Как бы пока надо сидеть дома И, я думаю, построив 8 гейтов Супер аккуратно Переходить на следующую базу Причем в идеале с глухой стенкой Ага Плеер делается Ага, эволюшн рауч ворон Хорошо Все нормально Мы не спешим никуда Я думаю, что у меня глухая стенка Мне, в принципе, пока очень сильно помогает Так, аккуратно здесь держимся Тут все хорошо Газа нет Ногу Газа не хватает Оп Вау Хороша мы отбились И вот теперь можно уже сделать так Минералов нет Быстро же ты их тратишь Конечно, все равно необходимо соблюдать определенные меры безопасности Но в остальном Посмотрим, как будут дальше идти дела Пока вот Супер аккуратно держимся Ну, можно попробовать полетать Призмы с архонами снова Тихонько Ёлы-палы Бегают эти роучи, конечно С дикой просто скоростью Газа не хватает Надо снова полетать Поразведывать Больше без пена Блюстрина атака у меня уже есть Это радует Да нет, 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 нет Ну что это такое Вот такое и у профи бывает Тихонько Это что такое Смотрите на этих роучей Ну это видимо размены, да? Я начинаю так подозревать Ну я ж типа не могу так за ним бегать Бесконечно, правильно? Не хватает лимита Нужны пилоны Думаю, что не могу О, видите, мута А у меня темплеры превратились Вархоны превратились Ай Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди Хорошо, что все-таки мне удалось Довести игру до конца В ситуации, когда муталисков Как бы еще не было на карте Потому что с мутой я бы уже не справился Она была слишком быстрой Блин, ну это, конечно, жесть То есть он, в принципе А какой это был пул? На каком он лимите был поставлен? Чисто интересно Вот, он ставится на... Да нет, шестнадцатый Тю Странно Я, вроде, после пилона ехал И он уже готов почти Очень странно Ну ладно Да нет, тут как бы было все неплохо До тех пор, пока я... Тут не получился плайблок Но все равно я нормально вышел из ситуации И как бы по экономике-то все было здорово По идее Ну и дальше я просто очень терпеливо играл И делал апгрейды Которых явно у Джиньеса было недостаточно Он тут перестроил, по-моему, собак Прям нереально много было Вот, то есть он на тридцати девяти дронах Построил тридцать собак Которые ему особо были не нужны Я очень осторожно играл Ну это вообще довольно типичный для меня стиль Вот такой перестраховочный С супер поздней третьей базой Я так играл на турнире комментаторов Против господина Його На этой же карте, в принципе Ну и дальше, конечно, Джиньес Попробовал вот такую вот мощную атаку Очень забавную От которой я, в принципе, отбивался на грани Ну отбивался Но у меня было плюс два на атаку уже Но только плюс один И Мортал сзади хорошо раздавал Батарейка помогла Там микроконтроль какой-то Был, в принципе, более-менее Ну, здесь Джиньес уже готовился К тому, чтобы заказывать муту Но у него газа не было То есть мне тут Ну, повезло, не повезло Как бы зашло то, что у него, конечно Экономический менеджмент был не на идеальном уровне И, в принципе, поэтому мой инком держался На более-менее неплохом показателе Ну, а дальше, конечно, просто эти Роучи-бегунки Которые могли бы мне выбить форжу И без плюс три, кстати, было бы неприятно Вот это просто подбежал Вроде профокусил Нексус Жестко, конечно Это же было понятно, что как бы ждать больше нечего Но и с муталистками он бы меня совсем уже дальше зашатал Самое интересное Сколько у Джиньеса было АПМ? Под 150, господа То ли так старался То ли за эту расу меньше нельзя, а? Как вы думаете? Ну, и здесь единственное правильное решение принял Уже идти в атаку до конца И хорошо, что вот муталистки в этот момент были именно здесь К слову, Джиньес не разобрался Он мог бы именно призму фокуснуть Возможно, ему не хватило тут FPS или контроля, не знаю Вряд ли это бы радикально прям помогло Но могло бы Могло бы ему Немного поправить ситуацию Но, конечно, убить вот это войско с плюс три на атаку он уже не мог Его главной надеждой был бы разменными Но с прицелом на размен я оставил Даркшайн 159 Под конец почти 160 Рекордная ПМ Джиньеса Когда бы он еще поставил этот рекорд? Если бы не в игре Зазерга в рамках нечестного Старкрафта Спасибо, Джиньесу, за игру Это было очень здорово, очень весело И счет становится 3-3 А значит, все решится в следующем противостоянии с самым крутым нашим гостем Наш последний гость в 2018 году Это человек, вместе с которым мы активно комментировали И с которым активно играли еще лет 8 назад Кугуар появляется в эфире Коу, привет! Привет, Алекс, привет всем! Многое изменилось за эти 8 Уже скоро, считай, 9 лет Но мы с тобой неизменно остаемся на страже Старкрафта в нашем регионе Такой прямой вопрос, Коу Сколько лет мы еще протянем? Ну, я-то уже так тяну Это ты основная тягловая сила Старкрафта у нас А я так, на подтанцовке и сегодня, и вообще Но! Годик еще точно поиграем! Хорошо, планы на 2019-й определенно радуют Расскажи нашим зрителям, как для тебя прошел год 2018-й Понятно, что ты, может быть, перестал уделять Старкрафту так много времени Но какие у тебя были крутые достижения в игре? Может быть, какие-то запоминающиеся игры или турниры? Ух, вот на это тоже сложно ответить Я помню много игр красивых, но уже они все-таки стираются потихоньку А год мне запомнился примерно так В него я вошел иноактивом, который не играл, но при этом выигрывал И это было классно Потом началось лето Там я начал где-то в отпуске снова играть И чем больше играл, тем больше проигрывал С того момента глобальный спад И вот сейчас сижу такой Ну, вроде бы что-то можно сделать Но... Ну, как повезет, играю по настроению А так... Ну... Нет, красивых игр много Особенно красиво то, что мне наконец-то удалось придумать билды с масс-блинг-дарками в ПВТ Это вот моя гениальная находка Я смог сделать блинг-дарков постоянным юнитом микса Это классно, это замечательно Да, я уже предвкушаю, что мне будет ждать в этой партии Тем более, что играем мы мой нелюбимый матчап Но матчап, который мы определенно сможем как-то скрасить Мы отправляемся играть матчап ПВП Коу, расскажи, вот какие гандикапы ты придумал И что нас ждет на карте Dusk Towers Ну, поскольку мы с тобой примерно одного уровня Ну, примерно, плюс-минус Гандикапы у нас работают для обоих И эти гандикапы должны быть веселыми А раз веселые, то первое, должны вылупляться зомби И тебе проблемы, и мне проблемы Но чтобы это все было немножко сглажено Будем играть с мазеркорами А карта Dusk Towers, чтобы были зомби в сумерках Что ж, прекрасно Тогда посмотрим, к чему это все приведет Мазершип, кор и зомби Вот такие гандикапы скрасят наши ПВП И явно превратят наш заключительный сегодняшний поединок В нечто совершенно экстраординарное Коу, заранее спасибо тебе за игру И, конечно, удачи в игре Удачи на карте Dusk Towers Поехали Поехали, господа Действительно, сейчас мы сразимся с Кугуаром И посмотрим, что же из этого получится Справимся ли мы С зомби, с Мазершипкором И прочими приключениями Будет весьма интересно, в этом нет ни малейших сомнений Тем более карта такая вот Старая и добрая Примерно как мы с Кугуаром Старые и добрые Возможно Хорошо Поехали Поехали в игру Поехали в наше ПВП Зиралки, конечно Это глобально далеко не самое интересное, что если в втором Старкрафте Но в таком оригинальном формате Еще и зомби Ух, сейчас будет контролю Ух, сейчас Навоюем Надо придумать Какую-то такую штуку Которая позволит мне Мазершипкор использовать агрессивно Возможно Надо очень аккуратно оставлять свои здания, конечно Мазершипкор, насколько я помню Появится у меня не в начале игры Как это было раньше, во времена этого Гандикапа Нужен будет здесь Нужна кибернетка будет, короче говоря Если я все правильно помню Ну, посмотрим Смотрим, что из этого всего получится Конечно Очень скоро придется отбиваться от первого зомби уже Главное успеть поставить гейт А, ну хотя там 45 секунды Успеем Пока не будем, наверное, с пустом спешить Так, где зомби? Где зомби? Ага, вот так Черт, я Явно несколько промахнулся Ладно С первым зомби мы справились, конечно, без особых проблем Но Получилось немного нехорошо Из-за того, что я Чуть не туда поехал Потому что не было очевидно В какой именно точке появляется зомби Может быть Это просто мнение было очевидно Так Вот только мне надо Невыполнимая команда Какую-то застройку, которая мне самому не помешает Так Ага, вот теперь вижу здесь Нет же Как так? Ладно, вроде все ок Если все пойдет по плану Если все пойдет по плану, то больше мне не пригодится этот навык Отбитие от зомби Если у меня сейчас появится Мазершип корр Как мне его получить? По идее он должен появиться сам Но Он упорно не появляется Это меня пугает С другой стороны Сейчас у меня будет сталкер И можно адепта еще сделать У которого все-таки бонус по этой фигне Полегче, полегче, ребята Сейчас, конечно Нормально так Зажгли зомбики Ладно, давайте на эксо ставим Минералов нет Быстро же ты Можно попробовать, конечно Кого? Оракула сделать Все, сейчас у меня уже есть верчардж Фигасе ты коуст тайминговал, да? Интересно, а мне новый мазеркор дадут? А, уже дали Удобно То есть мазеркор можно, в принципе, терять Не особо парить на этот счет Это радует Это же даже удобно Ты его, как бы, потерял, восстановил И у тебя снова энергия есть Не правда ли? Энергии пока нет Где? Ага, вижу Войска стали быстрее, выше Че, по второй базе Ее тут нет И тут ее нет Серьезно, Кого? Чем ты занят? Вот, чем ты занят Так, ну, в принципе, все понятно Когорчик Есть у меня дайвер-чардж? А убивайте А убивайте У меня будет новый Как бы, мне норм У меня же будет новый Надеюсь Слушай, а как он? А, вот, все Так, коу Что за свинство? Не хватает энергии Минералов нет Фу Так Ну, наверное, здесь надо на авер-чарджу По-прежнему отбиваться Нужно больше Где? Где-где-где Вот Понял Пока держимся нормально Не знаю Возможно, надо фотонки потихоньку добавлять Ага, понял Минералов не хватает Нужно больше минералов Минералов нет Быстро же ты их тратишь Где-где-где Понял Опять Да, убивайте Мазеркор сейчас Это не страшно Эй А убейте Мазеркор Мне нужен чит Мне нужен новый Ну, хорошо Я готов К приключению Тем более Сейчас у меня Соплай-блок И, как бы В ближайшее время Ситуация лучше не станет Не видел, что это было Давайте Развернемся Где? Где-где-где Ага, понял Мы одновременно с зомбями нападаем Поэтому Поэтому у кого проблемы Это радует Не хватает припасов Нужны пилоны Минералов нет Быстро же ты их тратишь Так Где ты там? Следующий налет Нужно тоже делать Параллельно с зомбями Это явно Выгодная стратегия Где? 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 Вижу, вижу Спокуха Бро, не трожь Мазеркор Трожь Это не страшно Нужно больше Ой Ты, конечно, нарвался Энергии пока нет Терпение Так Скоро нам будет Невыполнимая команда Нужно больше минералов Мазеркорчик, ты выжил? Ну ладно Пока можно жить Так и быть Где? Здесь, понял О-хо-хо-хо Красиво Красиво Так Как-то нехорошо Получилось Где там У Гуарчика Тоже, наверное, какие-то зомби были Он на них тоже, возможно, немного отвлекся Уф Где? Блин, ну вот это Не очень Тему Нашу базу атакуют Мобилизуемся Какого-то же сейчас хитер Нет Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Батончик Да ладно Зомбаки Ну давайте Как-то Как-то больше уважения К эррерам Ребят Очень жёстко Очень жёстко Очень жёстко, ребят Это мы надо сейчас феникса выставлять Уже Где? Не вижу 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 Да блин Ну Ты Энергии пока нет Терпение Ну вроде сейчас нормальная тема Как-то справились Да Про газ помню Газа не хватает Тут проблемки по газу Там Коу я вижу приходит Нет? Казалось Потому что это иллюзии были Фениксы, кстати, нормально разруливают Ну пойдём слетаем, что ли Не хватает энергии Фениксы вообще нормально разруливают Сейчас Как дела у Кагуара А тут есть чё? Тут нет ничего Фениксы мы как бы потихоньку отдаём Но это нормально Нужно больше минералов Чё по третьей-то у Коу Она в принципе будет там, нет? Энергии пока нет Терпение Минералов не хватает Тут, кстати, надо бы фотонку было давно поставить Потому что А вот Д-3 Так, понял Тут легко вроде Не хватает энергии Энергии пока нет Терпение Можно дальше Мазершип И в принципе, я думаю, что у нас отлично идут дела Отгрейдик бы ещё сейчас Минералов нет Быстро же ты их тратишь Опять здесь Зомбаки там нормальные С-2-2 Такие ребята уже Раздают хорошо Не хватает лимита Нужный пилд Скоро нам будет Да не хватает Ну хорошо Ну тут-то мы отобьёмся как-то, да? Отобьёмся Не-не-не-не-не-не-не-не Не хватает энергии Ты теряешь рабочих Упса, вот это беда Надо валить реколом Как бы я понимаю, что сейчас было не очень круто Да ну просто эти зомби же всё убьют Нет, бутончик, бутончик, бутончик Охренеть просто Да хрен с тобой Нужно больше виспена Ох, зомби вообще просто бесят Мазеркор есть, есть Не-не-не-не-не-не Ну тут снова беда Прям вообще беда Интересно, как у Коу дела Что-то как он тут прыгает с сталкерами Вроде вообще отлично Да Скажем так Я перестаю видеть смысл В том, чтобы сидеть дома Они вообще насилуют нереально просто Давайте вот так вот обстраиваться Как бы и мы идём вперёд Понимаете Я думаю, у Коу тоже должны быть проблемы Ну блин, они же реально жёсткие Они может более жёсткие по воздуху, чем по земле Но не настолько же Короче, всё, минус мейн Окей, да Я понял Это нормально Противник атакует наше здание Не, он это не убьёт GG Да, ну Коу тоже умер от Зомбии Я так и думал На самом деле Ну то есть не могло быть так Что у меня против Зомбии всё плохо У него всё хорошо С учёным того, что в принципе На старте я получил какое-то преимущество Чё у нас по потерям было Вот Коу уже, например, потерял там чё-то Трёх рабов То есть я размиклил вначале лучше, чем Коу Видите Да, у меня 22 раба на 19 Но здесь у меня первый сталкер уже вышел А у него ещё нет Потому что он делал двух адептов Но не бустил их Правда, сейчас он справедливости ради идеально Размиклил и ничего не потерял Но всё равно, да То есть у меня на старте было преимущество Тут понятно, были отбития чисто на Мазершипкорах Но всё равно я впереди У меня второй Нексус пораньше Даже ощутимо впереди, я бы сказал 41 на 35 тут Плюс мои Фениксы летают Да, у Коу было немало проблем В целом Я ещё Фениксами тут летал, собирал дань 49 на 34 У меня уже третий Нексус Он на двух сидит Он пытается меня подавить Но как бы не особо выходит Плюс его зомби постоянно заставляют возвращаться Но при этом он очень быстро делал апгрейды Да, то есть по грейдам у него прям всё было очень хорошо Ну Хорошо, как бы мне удавалось харасить Мне удавалось всё время быть впереди по лимиту довольно сильно И от зомби в целом Я отбивался, похоже, даже более уверенно За счёт того, что у меня в начале Как бы экономика была получше И в принципе мне лучше удавалось харасить его Во время атак зомби Потому что Я своими Фениксами в сумме убил 28 рабов Это очень много Красивый был Хил пилона Я, кстати, не думал над тем, что можно хилить пилон под оверчарджем Действительно Можно было поставить батарейки Оверчардж был бы куда жёстче Ну вот на этом этапе у Коу 4 Нексоса И вроде очень здоровая экономика На первый взгляд Но 50 рабов И в армии, по сути, одни сталкеры Тут, конечно, у меня был такой Глуповастенький рекол Потому что я отдал наземное войско Кугуару Но просто Я бы иначе умер от зомби Вот Коу уже на этом этапе умер от зомби Всё, Коу уже здесь умер А я здесь ещё держался Я так и понял, что вот Коу так агрессивно стал лезть Потому что у него дома совсем плохо всё с зомби И он от них умирает Вот когда он вот это вот начал делать Я понял, что у него там, скорее всего, тоже проблемы Потому что нет смысла так жёстко лезть Если ты ещё не подготовил там всякие размены с дарками Поэтому я решил, что Как бы я всё равно дольше продержусь Я тоже буду умирать от зомби дома Но я продержусь дольше И в принципе так и получилось Ух, вот такая вот игра у нас напоследок Очень красивая партия Которая, безусловно Более чем достойно закрыт наш 2018 год Классная игра от Коу Спасибо ему за Вот такой вот Решающий седьмой поединок Что ж, это был нечестный Старкрафт Наш специальный новогодний выпуск 2018 года Надеюсь, что я исполнил желание многих наших зрителей Видеть именно меня в роли гостя Который играет вот в таких вот Супер оригинальных и нестандартных условиях Большое спасибо вам за то, что вы В течение всего этого года были вместе с моим каналом Сегодня у нас вечер 31 декабря И вроде бы нужно подводить какие-то итоги уходящего года Но чёрт с ними, с итогами Этот год был прекрасен, но я уверен, что следующий год будет ещё лучше Особенно в вашей тёплой компании Поэтому обязательно оставайтесь вместе с нами Подписывайтесь на мой ютуб канал Впереди целый год наполненный интереснейшими видео по Старкрафт 2 Для вас играл и комментировал Alex007 Большое спасибо всем, кто присоединился к этому выпуску В роли специальных гостей Всем моим соперникам в новогоднем нечестном Старкрафте С Новым Годом вас! Будьте счастливы, любите Старкрафт, играйте в Старкрафт И, конечно же, смотрите Старкрафт у нас Всем пока и удачи Увидимся и услышимся в Новом Году Продолжение следует...